Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и сегодня начинаю записывать для вас новый влог. Буквально сегодня ходила, фотографировала девочку в новом наряде, вы уже его видели в предыдущем влоге. И скорее всего этот влог выйдет уже после того, как мастер-класс будет доступен к заказу, поэтому приглашаю вас, ссылочка есть под видео. Если вы хотите связать вместе со мной вот такое вот платьице, не знаю откуда пошло слово лапопейс, для меня это просто платье с жаккардом, но знаю, что подобные свитера так называют. Если вы знаете об этой истории, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я сейчас буду приниматься записывать, я хочу вот этот вот момент дополнительно к PDF записать видео, чтобы для тех, кто не так часто вяжет жаккард, было комфортнее вязать, для тех, для кого это будет нужно. Пряжу беру все ту же, которая и в мастер-классе Alize Baby Wool. Это вот такая пряжа. Немножечко волнительно мне за цветовое решение, потому что я знала, что хочу вот этот вот основной цвет, голубой, делать из этого салатового. Не знаю, выпускается он или нет, я нашла его у нас в местном магазинчике, именно вот этот цвет 612. И к нему я знала, что будет идти вот этот вот оранжевый, такой ярко-оранжевый тыквенный. Вот, когда я стала подбирать другие оттенки из того, что у меня есть, из той пряжи, которую я заказывала, мне показалось, вот буквально сегодня я фотографировала на фоне рябинки, что если я вот эти цветочки сделаю красным, будет словно ягодки рябины. Сюда пробовала белый, но белый как бы теряется между этим. Ну, в общем, я вот так вот становилась. Что меня смущает, то, что как бы кокетка такая вот яркая получается, а низ, ну, да, он тоже как бы яркий, неоновый, но по сравнению с этими сочными оттенками как-то... Ну, в общем, уже по ходу с вами посмотрим. Если не получится, то мне все равно нужно, как бы, этот этап вязать для мастер-класса, поэтому уж как будет. Ну, а сами цвета, как бы, даже если вместе оно будет не очень, то сами цвета красивые, насыщенные. Я вам быстренько покажу. Вот это вот 610, вот цвет 610. 612 я вам назвала, это салатовый. Красных их есть два, по-моему, оттенка, и вот я 106 взяла. Есть еще, наверное, поярче, надо будет его тоже потом попробовать, потому что ниточка вязания мне понравилась. И оранжевый это 14 цвет. А еще смотрите, кого я вам сегодня покажу. Не могу сказать, что я его себе купила, потому что я его забрала у себя со склада. По сути, купила, но как бы сама у себя. Если вы смотрели мое видео с обзором куколок, то помните, я никак не могла понять, почему этот каэтан отличается... Ну, как бы, я думала, его аутфит светлит. А на самом-то деле у него волосики от предыдущей версии отличаются от того черные. Ой, цвет глаз, правда, не помню, какие у того мальчика. А у этого вот такие вот светлые, как у норочки, кучеряшки. И, в общем, я же тогда себе много кукол взяла, и до этого очередь не дошла. Сейчас подумала, что я его все-таки себе возьму, но как-то на кукол мальчиков я мало вяжу, можно сказать, вообще не вяжу. И мне хочется сюда ей приклеить яснички. Это будет у меня девочка. Вот. Приклею реснички и покажу вам. Ну, не знаю. Хотя вот сейчас он, ну, вроде как такой озорной мальчик. Так вот. И почему... Ну, конечно, не потому я взяла этот салат. Я как бы до этого представляла. Но мне почему-то кажется, что вот этот вот вариант, который я свяжу, сюда подойдет. Пока, конечно, смотрится нелепо. Все-таки сейчас он выглядит мальчиком. Но посмотрим, что сделают реснички. Так, у нас тут проходит салон красоты. Я уже одну ресничку приклеила. Сейчас мы посмотрим. Так, что-то я в этот глаз не могу попасть. Кстати, по ресничкам... Ай-яй-яй. Сейчас, подождите. Я тут так хорошо приклеила. Быстренько. Думаю, сейчас я вторую с вами приклею. По ресничкам у меня есть отдельное видео. Я вам уже показывала. Это просто, чтобы мне не скучно было. Так, ну, не знаю. Девочка это или мальчик? Пишите комментарии. Мне кажется, вполне себе озорная девчушка получилась. Реснички тоже оставляла вам ссылку. Проверю, если рабочие, то оставлю. Это, кажется, у меня смол. Они вот, смотрите. Такие вот идут как бы ни одной длины. Какие-то короче, какие-то... А, на фоне клево вам не видно. Какие-то короче, какие-то длиннее волоски. Но, мне кажется, длина у них чуть более подходящая, чем вот эти, которые я покупала в каком-то... Ну, здесь, рукодельном магазинчике. Не были как 6 мм, но они прям такие вот... Я Клаудио такие клеила. Прямо для тех, кто любитель длинных ресниц. Так, и что? Сейчас я буду записывать видео, как набрать петли подреза. Вот сюда для пройма. Я думаю, вы уже его, надеюсь, посмотрели, потому что влог, конечно же, выйдет позже. Так, такая вот малышка. Друзья, немножечко расскажу вам о своих вязальных делах. Довязала я платьице. Я вам не показывала здесь во влоге. Ну, точнее, не платьица, а весь комплект платьица. Шапочку. Ну, конечно, в этой шапочке мне тут чуть-чуть волос не хватает. Больше нравится, как Клео выглядит без шапочки. Ну, колготки у меня подходящего цвета были только зеленые. Вот желтые ботиночки. Куколок-мулаток сложновато фотографировать. Хоть у меня мало получилось нормальных кадров, но я попробую еще как бы в следующий раз пофотографировать. Мастер-класс уже вышел на сайте. Его можно заказать. Ссылочка будет под видео. И вот здесь подсказочка. И вот здесь немножечко у меня отдыхалочки. Пока видео монтировала, то вязала вот такие вот тыковки. Точнее, тыковку. Она у меня одна пока. И то в незаконченном виде. Очень нравится, как выглядит это рельефное полотно. Это видео-мастер-класс Ольги Аскаровой на YouTube. И как раз-таки я хочу эту тыковку связать. Хочу их три штучки связать, чтобы попробовать сделать еще фотографии. Я купила цветочек хризантемы живую в горшочке. И вот хочу тыковки связать. Вот это у меня связано и с такой пряжей. Я вам, наверное, как-то показывала, что у меня вот остаток. Расход маленький. Но и тыква здесь у меня маленькая получается. Вот такая была расцветка. Белый цвет у меня здесь никуда не вошел. И немножечко ниточки заходила в магазин. Купила. Вот это тоже купила с целью связать тыковку. 3610. Я не знаю, выпускают еще вот такие расцветки этой пряжи или нет. И вот здесь у меня начато. Этот моток покупала София. Там была какая-то сильно большая скидка. Не помню уже, для чего я его покупала, чтобы пробовать. Но она так ничего из него и не вязала. Это картопу. Название, честно, не помню, потому что этикетки не осталось. Вот в тыкве как раз смотрится, мне кажется, вот для серой тыковки будет хорошо. И она как раз будет побольше, чем вот эти две. Еще взяла три вот таких моточка Baby Wool. Это из которой у меня основной. Вот этот комплект связан с 40. Там у меня осталось мало, поэтому взяла этот цвет. Он красивый, приятный. Вот этот взяла за счет красивых цветовых переходов. Может пригодиться. Ну и серенький тоже. Это вот такой цвет 3612. Серенький, номер 119. Ну просто красивый такой серенький. Слегка с сиреневым отливом. Такой серо-сиреневый, но ближе все-таки серый. И теперь у меня еще к вам вопрос, просьба, подсказка. Я пока взяла вот эти четыре моточка. Хочу либо связать, ну как бы я буду смотреть, как будет получаться. Либо связать без перерасчета петель. Просто вот пряжа чуть потолще и спицы будут потолще. На куколку размером Гоц или вот Американгел. Если вы вяжете для них спицами, то напишите, пожалуйста, какой пряжей вы вяжете и каким номером спиц. Я пока взяла в магазине вот эту пряжу Baby Yarnart. Это 100% акрил. 50 грамм, 150 метров. Ничего более подходящего не нашла по толщине. Буду пробовать из этой. А вы, пожалуйста, мне напишите, что более, может быть, получше какую-то ниточку. Но я буду, вот, четыре оттенка. Хочу в новогодних тонах связать. Если что-то, буду пересчитывать. Если петель не будет хватать, чисто по описанию. 156, 82, 33 и 338 и беленький 501. Покупала не в интернет-магазине, а в магазине пряжа. Цены настолько, как бы, там выше, мне кажется, что я бы оправдала доставку. Еще бы лишнее осталось. Вот эти вот моточки. Что у нас тут получается? Четыре Baby Wool. Четыре Baby. Ну и вот эта, эта пряжа, конечно, подороже. Lise Lana Gold. Я заплатила 327 гривен. В общем, это много. Мне так кажется. Вот эту пряжу взяла. Я думаю, что зря. Тоже подумала, что октябринку попробую связать для American Girl, для God's. То есть для больших кукол 40-45 сантиметров. Но мне кажется, все-таки для кукол это, хоть и для больших кукол, это толстая пряжа. Ну, не знаю, в хозяйственной она пригодится. Поэтому я буду ждать от вас советов, из какой пряжи вы вяжете вот для больших куколок. Друзья, хочу показать вам немного работ, связанных по моим мастер-классам. Правда, вязала мамочка, не я. Я, как бы, заодно вам напомню об этих мастер-классах. Я только иногда немножечко делаю украшательства. Смотрите, это платьицы и фарточек, связанные по мастер-классу подружки. Я сюда добавила бантик и вот такой вот ключик. Ключик это подвесочки с Алиэкспресс. Я вам на них еще обзор не делала, но покажу вам по-быстренькому. И получилась вот такая вот алиска. Здесь еще колготочки, туфельки. Ну, это как бы покупные. Вот, в мастер-классе подружки еще есть один вариант платья, там с двойной оборочкой платьица идет. Есть беретик и косыночка. Заказать мастер-классы можно на моем сайте. Оставлю вам ссылочку под видео. Переходите, заказывайте и вяжите. Так, недавно вам тоже показывала розовую октябринку и персиковую. Сейчас это вот такая молочная. Вы писали, что кожаные ремешочки не идут под вязаные платьица. Ну, не знаю, я ничего не имею против, мне нравится. Тоже сделала подол. Как я вам показывала, то есть на ниточку собрала. И таким образом в сжатом виде высушила. И тогда получаются вот такие вот нежные складочки. Вот, и, то есть по этому мастер-классу можно, это мастер-класс октябринка, связать платьица и вот такую шапочку. Но больше всего мне сейчас хотелось вам показать вот этот комплект. Я недавно в каком-то из влогов вам рассказывала, что мастер-класс маленькие барышни подходит для... Он вообще для подружек 21 см предназначен. Я вам говорила, что можно и для больших куколок, ну, для наших больших, для 32 см вязать. Только говорила, что длину нужно корректировать. Показала вам свой набор с капором. Вот мама у меня связала с беретиком. Смотрите, вот такое получилось платьице. Единственное, вот это у нас Alize Angora Gold, как мы пальто с вами вязали, ну, или вот эта вот ниточка, да, молочная. А это махер от Yarnart. Наверное, я пойду сейчас посмотрю, как он называется, чтобы вам сказать. Она идет, эта ниточка объемнее, потолще. Здесь в талии мама добавила 2 рядочка, хотя за счет того, что ниточка объемная, она говорит, можно было... Ну, да, вот видите, вот здесь вот талия получилась. То есть можно было не добавлять. В ширину все петли идут абсолютно как в мастер-классе. И вот здесь в длину тоже добавила 4 рядочка. То есть 2 лицевых, 2 изнаночных. Но, в общем-то, кто любит короткие платьица, можно было бы и не добавлять. По объему, по ширине, видите, здесь все как бы в норме. Отлично подходит. И накидочка тоже полностью по мастер-классу. Единственное, тоже здесь добавили на длина, потому что, видимо, и пропорции ручек у больших паулочек больше. Ну, и там, наверное, в мастер-классе, может, у меня вот больше ручки видны. А здесь по запястью проходят. Так, и беретик. Беретик тоже связан по мастер-классу полностью. Я его украсила в этот раз цветочками и ленточками. И получилась вот такая вот нарядная девочка, барыня-принцесса. Сейчас я посмотрю, как называется ниточка и скажу вам. Я сейчас посмотрела. Вот эта ниточка называется Yarnart Angora Deluxe. Но покупала я ее еще в 2017 году. И сейчас я увидела, что они уже сняты с производства. Поэтому только, наверное, если тоже у вас, может быть, вы такая же запасливая. У вас есть эти ниточки. Смотрите. Они, также у них идет 100 грамм. Но Alize Angora Gold здесь 550 метров. А в этом моточке 520 метров. И состав здесь очень отличается. Если здесь у нас 20% шерсть, 80% акрил. То есть больше акриловая ниточка. То вот здесь в составе указано, что у нас 70% махера и 30% акрила. Ниточка, вот я не знаю, будет ли вам видно. Она очень такая вот пушистая. Не знаю, как показать. Ну, вот видно ли вам ворсинки. Здесь тоже есть ворсинки. Но ворс более такой мелкий у этой пряжи. Вот, может, на темном, наверное, так сравнить, если... Вот видите, тут она как пушочек идет. Ну, если видите. А вот здесь именно такие прям длинные такие волоски. Ну, и она, мне кажется, пожестче. Вот эта ниточка более мягкая, приятнее на ощупь. Это более жесткая, более колючая. Вот, рассказала вам о мастер-классах. Поэтому, кто любит вязать спицами, переходите, заказывайте и вяжите. Стойте, я же вам еще хотела вот эти подвесочки показать. Подвесочки, правда, не бюджетные. 223 рубля я заплатила вроде как за 30 штук. Но они очень интересные. Я заказывала там, как бы, варианты. Можно заказать микс. Вот, я как раз миксы взяла. Второй вариант. Все вот эти вот подвески будут черного цвета. Есть возможность все розового цвета заказать. Все голубого. Ой, смотрите. Сейчас мы это посмотрим. Видите, брак, наверное. Подвески и красный цвет еще отдельно можно. Подвесочки все мне прям очень нравятся. Смотрите, какие. И очень здорово, что они разноплановые. Разного, как бы, формата. Можно будет, как бы, разные украшательства. Мне вот попалась повторочка. Но я даже рада. Повторочка с ключиком. Смотрите, вот какая интересная. И они все, видите, такого вот небольшого формата. Для куколок, мне кажется, будут хорошо подходить. Вот, очень красивая. Единственное, мне не очень нравится, когда попадаются крестики. Потому что использовать их в кукольной одежде, ну, как-то совсем не то. А, вот еще две звездочки у меня. Смотрите, конечек. То есть, набор очень классный. Ну, цена, правда, 223. В отличие, вот когда просто есть однотонные, да, наклеечки. Ой, ну, вы поняли. Слиплись. Ну, это, наверное, все. Хотя, о, да. Вот, видите, брак попался. Но можно пересчитать. Может быть, это, как бы, дополнительно будет по количеству. Сейчас даже посчитаю. Так, я пересчитала. Вместе с вот этими получается 31. То есть, по факту, у меня, если это вычитаем, то 29 получается. И вот такие бусинки. Это тоже я брала для обзора. Но покажу вам раз. Они у меня вот здесь. Я ими завязочки, видите, украсила. Вообще, я три разных вида взяла. Они разные по размеру. Оставлю вам ссылочку. Но цену не буду назвать. Потому что я не готовилась, как бы, не думала на них обзор делать. Поэтому, не знаю. Вот такой вот большой пакетик. Единственное, что тоже микс взяла, что мне, как бы, ну, не то, что вам не видно, но все отсвечивает. Не то, что не нравится, а просто белого цвета нет. Хотелось бы еще сюда белый цвет. А так здесь, ну, все цветные получаются. Цвета мягкие, пастельные. Хотя, вот, желтых очень много. То есть, получается, желтый, красный, розовый, сиреневый. Два вида голубых. Я вам их уже... Ну, ладно. Хотела сказать, я вам их в обзоре покажу. По ссылочке с Адиэкспресс. Ну, вот такие. По качеству классные. Они типа, вот, матового. Ну, как матовое стекло. Наверное, это пластмасса. Может, акрил какой-нибудь, не знаю. По размеру, вот, вы видите, мне кажется, ну, отлично для куколок. А я, друзья, дооформила пальто. Как вы помните, мне оставалось здесь один рукавчик довязать, пришить пуговички. Ну, и вот ленточки приклеила. Ленточки хотелось бы сюда более розовые, как вот под цвет пуговиц. Но в большом моем хозяйстве почему-то не нашлось у меня именно в тон ленточек. И давайте сейчас примерим, подойдет ли оно на платьице с длинным рукавчиком. Потому что там я на топик примеряла. Не помню, говорила вам или нет в одном из каких-то видео, что по пальтишку в группе ВКонтакте проходит у меня розыгрыш. Ну, еще как бы пока работы только добавляется. То есть, если вы вязали со мной это пальтишко, оно есть в бесплатном доступе здесь, на моем канале, на YouTube видео формате, либо в PDF формате за небольшую денежку. Можно на сайте моем заказать, для тех, кто любит по бумажке вязать. Ну, либо же вот по видео многие девочки вяжут, нравятся. И добавляйте свои работы в группу. И я среди всех разыграю одну куколку. Так, волосы. Маташка. Так. Ну, здесь я для фотографии потом все и покрасивше подправлю. Ну, на рукавчик вот с трудом. Хотя, видите, кукла не может же зажать рукав. Если его чуть подтянуть, будет еще лучше. А так он вот здесь вот скукожился. Ну, пусть пока так будет. Так, застегну потом. А, давайте сразу и застегну. Сделала же я ему тоже влажно-тепловую обработку. Помните, когда именно вязали, я вам показывала, что вот эти вот все складочки лежат как бы как попало. Сейчас они здесь вот наплатятся, потом чуть разъезжаются. Но, видите, я просто заложила эту складку и дождалась, пока высохнет. Так смешно получается. Здесь волосы я не делала вот здесь отверстия. А у куколки длинные волосы. Вот, смотрите, капюшон теперь вот так вот делает. Так, и вдруг, если кто, я знаю, есть такие девочки, кто, хотя одна мне сначала писала, не могу и все. Но потом она победила, и у нее получилась эта косичка. Вдруг у вас не получаются вот эти вот косы вправо, да? Сделайте тогда здесь две косы влево, просто две одинаковые косички у вас будут идти, потому что вот эти вяжутся косы гораздо легче. Если вдруг вы и эту косичку не побороли, ну, тогда связать такое пальто очень хочется, тогда вот эти 8 петель замените на просто выпуклые столбики. Единственное, может, она тогда чуть шире будет, может, их нужно не 8, а 6 делать. Ну, то есть, будете смотреть по результату, потому что я не пробовала, и да, я думаю, она будет шире, потому что вот, видите, вот здесь вот начало, но чуть шире, чем дальше, потому что здесь же коса, и она как бы сужает. То есть, это как вариант, как выйти из ситуации, когда пальтишка хочется косы вязать, ну, вот, ну, вот совсем не так. Вот, а я попробую завтра сфотографировать девочку, потому что этого розового пальтишка у меня нет, ни одной фотографии. И еще за это время я успела всего лишь связать вот эти вот тыквы, которые вам показывала. Смотрите, вот у меня, мне хотелось, чтобы получились разного размера. Вот эта самая маленькая, правда, уже у нас и похолодало, и дожди были, не знаю, будет ли какая-то симпатичная осенняя фотография у меня. Вот эта, то есть, вот эта пряжа, и эта, и это одинаковая, но здесь я добавила 10 воздушных петель. И поэтому тыква получилась чуть побольше, ну, и вязать ее уже было дольше. Думаю, что, наверное, надо было черешочки здесь помассивнее сделать. Ну, вот я вязала как мастер-класс, единственное, я добавила тоже вот сюда и сюда вот эти вот пипки, потому что, когда стягиваешь, не очень симпатично получается. И я, кажется, говорила вам, что это мастер-класс Олик Аск, он есть на YouTube, тоже бесплатный. И вот эта самая большая у меня тыковка, такая интересная, мне нравится расцветка, тоже черешок. А здесь я уже не приклеивала, а именно вязывала, собирала сначала, ну, как бы, в общем, с помощью столбиков закрыла это отверстие, потому что мне, например, такое большое количество рядов неудобно просто иголкой стягивать, поэтому я вот таким вот способом здесь вышла. Ну что, наверное, в этом влоге я уже много всего вам показала, рассказала. Если получится, то сделаю какие-то фотографии и добавлю здесь сюда кусочки видео. Если не получится, то подписывайтесь на мой Instagram, значит, я сделаю эти фотографии, позже покажу там. Я вас всех благодарю за просмотр, за лайки, за комментарии. Если вдруг смотрите меня неподписанным, подписывайтесь на канал. Вот, что еще вам сказать. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя, своих близких. Пусть все будет очень хорошо у всех всегда. Вот, я вам желаю отличных дней, хорошей погоды, хорошего настроения. Переходите на сайт, заказывайте мастер-класс, если вам сейчас не знаете, что связать. Мы вот сейчас с девочками вяжем Герду тоже. Здесь я разыгрываю ВКонтакте две куколки и одну в Instagram. Среди тех, кто свяжет платьица, вот эта, которая спицевая, и шапочку. Все, ну, а я вас обнимаю. До следующих встреч в новых видео. Пока-пока.